Я учусь на дизайне в одиннадцатом классе, и в прошлом году я выиграла грант. Это Ксюша. Привет, я Ксюша, и я учусь вместе с Кариной в одной группе на дизайне. И в прошлом году я тоже, как вы можете догадаться, выиграла грант. Мы с Ксюшей получали грант, брали программу курс в одном университете в Лондоне, в University of Arts, но мы брали разные программы. У меня программа была Foundation Preparation, три недели, и мы просто пробовали разные техники, делали различные проекты, было очень здорово. У меня было два недельных курса, по пять дней каждый. Один был графический дизайн, а другой была иллюстрация. И, соответственно, мы делали задания какие-то на креативность, которые подходят под этот профиль. Я выбрала эту программу, у меня не было другого выбора, в принципе. Я хотела именно в тот университет, который я выбрала, и хотела не меньше, чем на три недели. Потому что до этого я была в лагере в Лондоне, тоже была там три недели, и мне кажется, что это самое оптимальное время для какого-то курса, для обучения. И я решила, вот, буду искать сюда правильно что-то, что длится примерно это время. И поэтому я выбрала эту программу. И, кроме того, мне понравилось в ней, что там была, хотя программа одна, была, мы могли научиться нескольким вещам сразу. То есть мы там учились и делать коллажи, и рисовать, и шить даже. Это мне очень понравилось. Поэтому я знала, что так будет, и выбрала эту программу. Я выбрала именно иллюстрацию и графический дизайн, потому что я решала в тот момент, кем я хочу все-таки быть больше, иллюстратором или графическим дизайнером. И я рассчитывала, что эти программы помогут мне определиться с выбором. И на самом деле так и случилось. Сходив на курсы по иллюстрации, я еще больше полюбила иллюстрацию, а сходив на графический дизайн, я поняла, что это все-таки немного не мое. Мои родители мне помогали с выбором программы, но помогли мне ее найти. То есть моя мама мне сказала, что есть такой университет. Она мне рассказала о другом университете, но с ним не получилось. И мы уже вместе начали искать другой, который в итоге я сама выбрала. Вот. И она просто мне предлагала, куда можно, в какую сторону можно двигаться, курс чего можно искать. Там, допустим, рисование или дизайна, или какого-то видеоарта. И так мы решили, может быть, она помогла мне в этом плане. Мне, мои родители, помогали с выбором программ и, соответственно, выбором дат, когда я туда поеду и по какой день я буду обучаться. В принципе, они мне помогали также с выбором места жительства, где я была бы в Лондоне. И, наверное, это все. У меня прохождение программы не вызвало никаких сложностей. И, напротив, мне все удавалось легко, потому что, в принципе, программа была очень свободная. Все преподаватели говорили нам, делайте, что хотите, наслаждаясь временем, которое вы здесь проводите. И все было так легко. И мне очень нравилось. И поэтому, да, с программой все было чудесно. У меня при прохождении программы особых проблем не было. Вероятно, была только одна самая важная. Это как-то подружиться с людьми, которые вместе со мной были на этом курсе. И как-то найти контакт с ними. Ну и также на графическом дизайне у меня было несколько скучно. И это была, наверное, единственная проблема на прохождении курса. Я очень довольна результатами программы, потому что я осознала для себя, что дизайн — это, скорее всего, не то, с чем я бы хотела связать свою жизнь. И также у меня осталось много друзей, с которыми я до сих пор поддерживаю отношения, до сих пор общаюсь, и мне это очень нравится. И, возможно, мы даже однажды встретимся все вместе снова в Лондоне. И в целом я очень довольна моей поездкой и тем, что выиграла грант. Я тоже очень довольна результатом, потому что, как и Карина, я нашла достаточно много друзей новых на курсах. Причем как на первом, так и на втором. И мы с ними тоже до сих пор общаемся через соцсети. Но больше всего я на самом деле довольна тем, что я наконец-то определилась, с кем я хочу быть, и я также узнала много новых техник и каких-то новых художников тоже. В целом я довольна результатом. Спасибо.